Привет всем, мои хорошие! Спасибо, что заглянули ко мне на огонёк, а я сегодня к вам с отчётом по чебурашке, наконец-то, в какой-то веке. Ох, медленно у меня идёт работа, редко я им занимаюсь, у меня очень много сейчас подарков, было много подарков к Новому году, теперь у меня наступила череда подарков ко дням рождения, а потом будет 8 марта, в общем, ну, я стараюсь, стараюсь уделить время, хотя есть тут небольшая проблема, так как я всё-таки шлю по меху, хоть и искусственному, а я не могу шить эту работу два дня подряд, то есть я, допустим, один день пошила, и нужно как минимум два дня отдохнуть, потому что очень крепкий захват иглы происходит. Не настолько всё туго идёт, что прям нужен был напёрсток, но не так всё легко, как, например, это происходит на конве, в привычных нам вышивальщицам условиях. Тут всё как-то немножко по-другому, поэтому мало того, что времени хватает, ну, ещё и не каждый день, в силу таких вот причин, просто реально встаёт большой палец, который держит иголочку, и он начинает болеть, то есть любой нажим на него неприятно становится, то есть это у меня где-то два дня проходит после этого, в общем, такие вот делишки. Ну, и вот так вот выглядит чебурашка в общем виде, слева кнопа младшая, кошечка наша, вот таким вот образом это выглядит, пока это только верх спины, я планирую ещё нижние части и спереди, но это всё дела будущего, пока всё вот так вот. И вот вы видите работу, так она выглядит вблизи, я напоминаю, что я вышиваю по подбору самостоятельному ниточками гамма, я вышиваю обычной швейной иглой с острым кончиком, двойной ниточкой, ниточкой в два сложения, вот как вы видите, особенно это на маках видно, всё-таки немножко мех вылезает, хотя в процессе работы пытаюсь его или обрезать, или просто оторвать. Вот таким вот образом всё это, в общем-то, как бы происходит. Моя изнанка, она, конечно, не то чтобы идеальная, но я стараюсь, чтобы все вот эти вот ниточки были вертикальны, параллельны друг другу, это связано с тем, что я буду вычесывать мех на изнанке, и для того, чтобы не цеплялись зубья пуходёрки, я вот таким вот образом пытаюсь вышивать. То есть, в принципе, я вышиваю в технике идеальной изнанки, но так как шкура достаточно толстая, то есть какие-то погрешности в том, куда иголочка втыкается, куда она, откуда вытыкается, то есть, свои нюансы с этим делом. С той стороны, где я уже вышила, я обрезала растворимую канву, она немножко мешает, уколится, цепляет, к тому же мои кошки очень любят вышиванку, они пытаются всячески лапами облизать, и мех облизать, и вот растворимую канву, это что-то ужасное, нужно надевать чехол, прятать от кошек и так далее, и тому подобное. Я, когда вышиваю, вышиваю, естественно, на руках, делаю захват левой рукой со стороны проймы, то есть, я как бы со стороны проймы держу. Вот вы видите, левой рукой мы как бы берём с левой стороны, и всю левую сторону я вышила, а с правой стороны уже будет неудобно, поэтому я решила, что с правой стороны, последнюю часть мотива я буду вышивать вверх ногами, то есть, вот переверну, и будет у меня захват, опять-таки, для меня с левой стороны, а для всего мотива с правой, потому что, насколько я знаю, если перевернуть вышивку на 180 градусов, то направление стежков не поменяется, а вот бок переворачивать ни в коем случае нельзя, потому что как раз-таки поменяется направление стежков. И меня просили показать кошек, исполняю вашу просьбу. Кошки у меня очень забавные, сразу хочу сказать, что у меня дома живут две кошки, они обе канадские сфинксы, а старше Фифи, два с половиной года, вот вы видите, она пьёт водичку в ванной, она это дело очень любит, она пьёт водичку в ванной только исключительно в тех случаях, если в ванной кто-то сидит, как говорит мой муж, супчик из хозяина. Вот такая вот у нас девушка, а младшую зовут Кнопа, ей восемь месяцев, и вот вы видите, это любовь с моим мужем, у него на шее, всё вот так вот. Сейчас у неё просто такой период в развитии, наверное, половые созревания, но ей, в общем-то, хочется любви со всеми абсолютно, у всех на шее. И так повелось, что Кнопа, она любимица моего мужа и дочки, а Фифа это моя любимица. Хотя, конечно же, мы все троём любим обеих наших питомец. Я думаю, что периодически буду вам показывать своих питомцев, они действительно забавные, часто принимают очень активное, такое деятельное участие в рукоделии, во всех семейных мероприятиях. Вот такой вот был отчёт. Я желаю вам всем всего хорошего, мира, добра, любви, счастья, успехов, вдохновения. Всех вас очень люблю и до встречи в следующих видео. Пока-пока.